Продолжим информационный час на телеканале Алматы. Смотрите сегодня в выпуске. Купить жилье, сделать ремонт и поправить здоровье. Кто и как сможет досрочно снять пенсионные? В деталях одной из самых обсуждаемых поправок в законодательстве разбиралась Татьяна Ким. Снять накопление сможет только определенная категория граждан. Необоснованные штрафы и погрешности в работе камер Сергек. Куда обращаться и как оспорить несправедливый вердикт? Роман Нощенко выяснил алгоритм действий. Правда, время от времени случаются казусы. Скульптор-гиперреалист из Нурсултана воссоздал точную фигуру великого казахского мыслителя Абая Кунанбаева. На ее создание у автора ушло 4 месяца. По словам Айдоса, при изготовлении он использовал силикон. В Карагандинской области нашла свое продолжение резонансная история об убийстве скотовода. Сапаргали Макашев погиб от огнестрельного ранения полтора года назад в селе Жамбыл. По словам родных, тогда под следствием оказался один из пятерых подозреваемых в этом преступлении. Сначала он проходил по статье «Убийство», но позже дело переквалифицировали на убийство при самообороне. Что позволило выпустить виновника на свободу? Версию близких погибшего, а также аргументы прокурора и судьи, выслушала Мира Альжанова. О своем отце Жанат Макашев отзывается как о добром и безобидном человеке. По словам мужчины, в тот роковой день Сапаргали, так звали папу молодого человека, поехал на машине в степь, чтобы пригнать скот для вакцинации. Однако по пути он встретил молодых людей, которые занимались незаконной добычей полезных ископаемых. После словесной перепалки один из мужчин застрелил пожилого человека. Это, по словам сына убитого, подтверждает свидетельница, которая была на месте трагедии. По моему мнению, он был убит по предварительным сговорам определенной группой лиц. На нашей территории они портили нашу землю, пастбище наше, проезжали через нас поселок. Инфраструктуру, дороги, все это они портили. И не понравилось, видать, мою отец им, что он здесь фермером был. Он неоднократно им говорил, что инфраструктура нам нужна. От полученных травм мужчина скончался на месте, а вот преступники скрылись, но их оперативники вычислили через два дня и задержали. Однако в суде один из подозреваемых заявил, что в отдел полиции явился добровольно и сам рассказал о совершении преступления. При этом реальный срок получил только один из пятерых подозреваемых. 99-я статья – это убийство человека, умышленное убийство человека. Там срок, получается, от 8 до 15 лет. Джексенбеков, он, получается, как бы нарушил наши права, не изъяснив нас, что он переквалифицировал статью на 102. 102-я статья подразумевает то, что два года, получается, два года общего режима. И как следствие шло так долго, год шло. А в изоляторе, в изоляторе, в изоляторе, один день за полтора считается. И на основании этого Абдук Камалов, судья Шестского района, выпустил его в зал суда. Потерпевшая сторона с приговором не согласилась и подала апелляционную жалобу в суд. Там заявление приняли и решение отменили. Причиной послужило грубое нарушение языка судопроизводства. Все материалы уголовного дела, составленные на государственном языке, должны были быть переведены на русский язык для того, чтобы соблюсти права потерпевшего Макашина. Лица, которые не владеют казахским языком, были допрошены без участия переводчика. Например, при проведении очных ставок с участием Ускенбекова, который владеет казахским языком, и свидетелями, которые не владеют казахским языком, переводчик не присутствовал. Из объяснений судьи следует, что подозреваемые свидетели друг друга не понимали. К тому же, в документах обнаружены и грубые недочёты. Но вот прокурор утверждает, что в ходе расследования были учтены все показания свидетелей и материалы дела. На сегодня в отношении Ускенбекова проводится досудебное расследование по части 1 статьи 96 и части 3 статьи 287. Ходотайства Макашева всесторонне проверены в ходе досудебного расследования. Эти ходотайства были поданы в том же виде. По словам прокурора, это дело, по всей видимости, получит продолжение. А вот иную информацию в интересах следствия озвучивать не стал. Отказался от комментариев и адвокат подозреваемого, ссылаясь на тайну следствия. Тем временем, родные и близкие погибшего Сапаргали Макашева надеются, что виновные в его смерти получат справедливое наказание. Новый всплеск заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Казахстане. Только за сутки зарегистрировано 762 новых случая. Таким образом, общее количество инфицированных превысило 123 тысячи человек. Продолжает расти и количество умерших от COVID. За 24 часа печальная статистика пополнилась еще пятью летальными случаями. Также два человека погибли от пневмонии с признаками коронавирусной инфекции. Число пораженных этим заболеванием также возросло. 202 новых факта. Тем временем, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в нашу страну продолжают прибывать пассажиры без справок о ПЦР-тестировании. Только в Алматы из почти 600 человек 12 не предоставили необходимые документы. Между тем, авиационные власти Китая приостанавливают более 10 международных рейсов иностранных и местных авиакомпаний из-за пассажиров с коронавирусной инфекцией. Решение было принято после того, как на рейсах авиакомпаний Франции, Нидерландов, Индонезии, Пакистана и Эфиопии выявили не менее пяти пассажиров с COVID. Начиная с 23 ноября полеты по этим маршрутам будут временно под запретом сроком от одной до четырех недель. А вот власти Брюсселя приняли решение продлить действие комендантского часа до середины декабря. Согласно данным Бельгийского научного центра, 18 ноября в столичном регионе зарегистрировано более 400 новых случаев заражения. В России же зафиксирован суточный максимум летальных исходов от коронавируса. За сутки статистика возросла на 456 против 442 днем ранее. Это максимум с начала пандемии. Всего от инфекции в стране умерли 34 387 пациентов. Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус в алматинских поликлиниках можно сдать при первых же симптомах. Результаты анализов будут готовы спустя несколько часов. А вот люди с признаками пневмонии могут воспользоваться услугами специальной мобильной бригады. Так заявили в городском управлении общественного здоровья. Ну а во сколько в среднем обойдется платный тест, узнала Айсара Бесенова. Теперь в Алматы сдать ПЦР-анализ можно не только бесплатно, но и не выходя из дома. Правда, навещать мобильная бригада будет исключительно тех, у кого явные признаки коронавируса. При этом выдача лекарств в обязанности специалистов не входит. Препараты можно получить только через участкового терапевта в рамках медстраховки. По протоколу они лишь могут взять ПЦР-тест, измерить давление, провести сатурацию кислорода и дать рекомендации. Все жители Ауэзовского района, прикрепленные к поликлинике номер 10, при первых признаках коронавирусной инфекции могут обратиться к участковому врачу. После получения направления их отправляют в специальный пункт забора биоматериала для ПЦР-тестов. Для них специально отдельный вход, чтобы не было контактных. И вся эта услуга абсолютно бесплатная. Бесплатный ПЦР-тест полагается тем, кто планово или экстренно направляется в медико-санитарное учреждение или стационар. В этом списке есть и беременные женщины. У кого бессимптомная форма, мы наблюдаем их амбулаторно. К ежедневным посещениям, два раза видеозвонком наблюдаем. И те, которые уже в легкой степени, какая-нибудь симптоматика коронавирусной инфекции проявляется, то мы их стараемся в тот же день госпитализировать всех пациентов. И всех контактных берем под наблюдение. У контактных тоже мы ПЦР-тест берем на дому. Контактных в поликлинику не приглашаем. Контактных все обследуются на дому. Для тех, кто хочет сдать ПЦР-тест платно, с этого месяца цены снижены. В среднем сдача анализа обойдется в 9 тысяч тенге. Айсара Бесенова, Мирами Сабеков, телеканал Алматы. Аким Алматы Бакаджан Сагентаев поручил усилить подготовку поликлиник и больниц к возможной второй волне пандемии. При этом особое внимание глава мегаполиса призвал уделить соблюдению санитарных требований, а также обеспечить полную безопасность медработников и пациентов. Сегодня городоначальник принял участие на коллегии управления общественного здоровья. На встрече стало известно, что удовлетворенность пациентов в качестве медпомощи в Алматы составила около 52%. Это на 5% выше по сравнению с прошлым годом. На сегодня в городе работают 74 государственных, 13 республиканских и 89 частных медучреждений. В них задействованы больше 8 тысяч врачей. Глава мегаполиса Бакаджан Сагентаев также встретился с генконсулом Ирана в Алматы Мохсеном Фагани. На встрече стороны обсудили вопросы развития культурно-гуманитарных и торгово-экономических отношений. Также поговорили о межрегиональном сотрудничестве в сфере туризма, медицины, пищевой промышленности. Купить жилье, сделать ремонт и поправить. Здоровье. Кто и как сможет досрочно снять пенсионные? В деталях одной из самых обсуждаемых поправок в законодательстве разбиралась Татьяна Ким. Снять накопление сможет только определенная категория граждан. Необоснованные штрафы и погрешности в работе камер Сергея. Куда обращаться и как оспорить несправедливый вердикт? Роман Нощенко выяснил алгоритм действий. Правда, время от времени случаются казусы. Скульптор-гиперреалист из Нурсултана воссоздал точную фигуру великого казахского мыслителя Абая Кунанбаева. На ее создание у автора ушло 4 месяца. По словам Айдоса, при изготовлении он использовал силикон. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Отказаться от обязательных пенсионных взносов до 2050 года предлагает партия АДАЛ. Эта мера необходима для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил сегодня член Политсовета Политовъединения Олжас Ордабай. По его мнению, в стране необходимо пересмотреть прожиточный минимум, который должен быть не меньше 60 тысяч тенге. Сейчас он составляет 32 тысячи в национальной валюте. Минимальную же зарплату партийцы предлагают поднять до 60 тысяч тенге. Мы считаем, что это будет серьезная помощь населению. Размер минимальной заработной платы также должен быть на уровне прожиточного минимума. Как раз-таки те же самые 60 тысяч тенге вместо текущих 42 тысяч 500. В Казахстане не должно быть работающих бедных. В ходе седьмого вне очередного съезда партии АДАЛ утверждено 20 кандидатов в депутаты мажилиса парламента. В партийный список вошли общественные деятели, тележурналисты, спортсмены и предприниматели. И в продолжении пенсионной темы. Досрочно снять накопление для того, чтобы погасить потребительские займы, казахстанцы не смогут. Об этом заявили в Минтруда и соцзащиты населения. В ведомстве напомнили, что использовать свои сбережения можно будет для оплаты за ипотеку, лечение или образование. При этом для желающих снять средства из ЕНПФ раньше времени установили порог достаточности. Сейчас проект, к которому приковано повышенное внимание, находится в разработке в мажилисе парламента. Татьяна Ким продолжит тему. Оплатить лечение, купить жилье или закрыть ипотеку – это не исполнить список того, на что казахстанцы могут потратить свои пенсионные сбережения. Однако снять накопление сможет только определенная категория граждан. Алматинка Гаухар Ирмухамедова ждет не дождется того дня, когда можно будет снять часть своих сбережений. За 20 лет работы она накопила порядка 4 миллионов тенге. Средства, полученные из ЕНПФ, Гаухар планирует использовать в качестве первоначалки на покупку жилья. Я работаю уже давно и у меня скопилась довольно приличная сумма пенсионных. И, конечно, я жду, когда наконец-таки можно будет подать заявку и снять часть своих накоплений, потому что я хочу их потратить на покупку жилья. Позволить жителям страны забрать накопленные годами деньги в накопительном фонде для личных нужд президент предложил еще в сентябре этого года. При этом всех вкладчиков поделили на несколько категорий, а для каждой из них установили так называемый порог достаточности. Это несгораемая сумма, которая должна всегда оставаться на счету. Данный порог достаточности, он рассчитан на каждый возраст отдельно. Например, для 25-летних граждан данный порог составляет 2 миллиона 105 тысяч тенге. Вторая категория граждан – это состоявшиеся пенсионеры. Они могут использовать 50% от суммы своих пенсионных накоплений. И третья категория граждан – это лица, которые приобрели пенсионные анонимные страховые компании. Арифметика довольно проста. Например, если вкладчику 30 лет и у него 5 миллионов в накопительном фонде, то он может снять половину из этой суммы. Вторая часть остается в ЕНПФ. Чем старше вкладчик, тем, соответственно, выше порог достаточности. Минимальная сумма одинаковая как для мужчин, так и для женщин. Снять деньги можно будет под необходимые нужды. Согласно поручению главы государства, правительствам были выработаны подходы по использованию части пенсионных накоплений на следующие цели. Первоначально – это улучшение жилищных условий. Следующая цель – это оплата дорогостоящего лечения. И третья – это передача пенсионных активов в управление частным финансовым компаниям. В Минтруда отметили, что частично снимать накопления вкладчики могут несколько раз. Главное, чтобы так называемая несгораемая сумма всегда оставалась на счету. Сейчас проект находится на разработке в Можелесе парламента. Ну а сама программа должна заработать с 1 января нового года. В Алматы участились жалобы автолюбителей на необоснованные штрафы. Законопослушные водители никак не могут смириться с якобы совершенным нарушением. Но немногие при этом знают, куда обратиться и как доказать свою невиновность, если получатель письма счастья не согласен с вердиктом. Мой коллега Роман Нощенко изучил тему и нашел автолюбителя, которому удалось доказать в суде свою правоту. На днях в городском департаменте полиции отчитали, что число преступлений снизилось почти вдвое. В этом, безусловно, заслуга всевидящего ока. Правда, время от времени случаются казусы. В основном это касается так называемых писем счастья. Они уже не раз вызывали споры, а бывало, что водителям удавалось оспорить в суде необоснованность наложенного штрафа. 2280 камер системы «Сергек». Именно столько электронных глаз круглосуточно следят за обстановкой на дорогах мегаполиса. Но есть случаи, когда водителям приходят штрафы, с которыми они категорически не согласны. Я объехал машину и повернул налево. Уже выходит полоса сплошная. Я повернул, и пришел штраф. А что мне делать? Мне надо повернуть налево, а левый ряд весь забитый. Была забита машинами. Наша компания оказывает услуги по передаче данных от АПК по автоматически зафиксированным нарушениям правил дорожного движения. Эти данные поступают для размокления операторами дорожной полиции. После того, как сотрудник полиции проверяет нарушения, он ставит подпись своей электронно-цифровой подписью. И дальше уже предписание отправляется нарушителю. Как ни крути, а человеческий фактор все-таки присутствует везде. Но исправить чью-то ошибку можно. В полиции заявили, что каждое заявление рассматривается в индивидуальном порядке. После того, как водители приходят к нам на Тимирязево в Айтурсыново именно в отдел административной практики, там у нас специально сидят четыре инспектора, которые принимают граждан именно по жалобам и обращениям. На месте можем отклонить правонарушения. Но практика показывает, что не все автолюбители оспаривают решение о наложенном штрафе. Кто-то считает, что проще заплатить, другие не верят в справедливость. Хотя принципиальные водители все же встречаются. Ольге Мельниковой, к примеру, удалось вернуть свои деньги. Я попросила показать мне видео моего нарушения. И я вижу 30 секунд, что абсолютно весь поток едет с нормальной обычной скоростью. Я спросила у сотрудника Горгаина, что здесь 96. Он сказал, езжайте в суд, там рядом в суде сидит Сергей, вы там оспорите ваш штраф и, может быть, вам вернут деньги. Эксперты между тем считают, что главной причиной равнодушного отношения к своим правам является тотальная юридическая безграмотность населения. Водителям необходимо обращаться в департамент административной полиции с заявлением об аннулировании или пересмотре дела, штрафа. И эта ситуация рассматривается индивидуально. Возможности электронных наблюдателей постоянно расширяются. Правда, от самых передовых технологий мы немного отстаем. Камеры Сергея на дорогах Алматы сегодня способны распознавать лишь превышение скорости, проезд на красный свет, заезд на стоп-линию, нарушение дорожной разметки и неправильное перестроение на перекрестках. Штрафы нынче дорогие, поэтому лучше не нарушать. Но если штраф все же пришел, то стоит задуматься, оправомерен ли он. Роман Нощенко, Мидиа Цаматула, Ялкунжана Шимжанов, телеканал Алматы. В Алматы продолжается голосование в рамках народной программы «Бюджет участия». Выбрать понравившийся проект можно как в онлайн-режиме на сайте budget.openalmaty.kz, так и путем традиционного голосования в здании районных акиматов и фронт-офисе «Опен Алматы». Там установлены специальные ящики. В них необходимо опустить заранее заполненную форму с названием понравившегося объекта. Голосование продлится до 23 ноября. В Алматы разгорается спор вокруг принадлежности сакских курганов. Жители Наурсбайского района требуют, чтобы участок, на котором расположены 4 историко-культурных объекта, передали из частной собственности в государственную. Сегодня этот вопрос на специальной научной конференции обсудили историки, представители районного акимата и неравнодушные алматинцы. Местные администрации заявили, что держат ситуацию на особом контроле. Сакские курганы уже включили в проект бюджет участия. В конце ноября экспертная комиссия подведет итоги. Эти курганы, оказывается, с железного века начинаются, со второго века. Это предполагаемо, что там лежат войны, наши казахи, и четыре поколения, три-четыре поколения. Это значит прадедушка, дедушка, сын и внук. По информации Управления культуры города, планируется не отдавать сакские курганы под частную собственность, а землю, где они расположены, передать государству. Также сейчас рассматриваются варианты, чтобы найти подобный земельный участок в другом месте Алматы и предложить его собственнику. На месте, где расположены курганы, не будут ничего строить, а наоборот, будут благоустраивать и возьмут под охрану. Столичный скульптор воссоздал внешность Абая в честь 175-летия великого мыслителя. Скульптура известного поэта, которая правдоподобно и выразительно передает его образ, автор сделал из пластика, силикона и настоящих волос. Сейчас статуя нахранится в Центральном концертном зале Казахстан. Одну из первых уникальную работу молодого таланта оценила Мира Альжанова. Рисовать портреты и картины Айдоси Смагомбетов начал еще в раннем детстве. Он родился и вырос в семье художников. Скульптор окончил Аркалыкский пединститут по специальности изобразительное искусство. Вот уже 10 лет молодой человек занимается гиперреализмом, созданием скульптурных фигур. В Америке, что у них Мадам Тюсо музей, появился восковая фигура Барака Обамы и других звезд. И все время смотришь, почему у них искусство на высшем уровне. А вроде в одном планете живем, почему мы не создаем такие, почему мы не занимаемся такими видами, искусствами. Вот так себя мотивировал, цель поставил, что я тоже так сделаю. Своей целью скульптор добился после долгого и самостоятельного изучения технологий создания культур. В его копилке статуи Аблайхана, 44-го президента США Барака Обамы, а также он трижды создавал образ Ельбасы. А вот к 175-летию Абая Айдос посчитал своим долгом изготовить фигуру казахского поэта и мыслителя всех времен. Эта скульптура великого Абая расположена в фойе Центрального концертного зала «Казахстан». На ее создание у автора ушло 4 месяца. По словам Айдоса, при изготовлении он использовал силикон, а за основу взял единственную сохранившуюся фотографию поэта. По словам Айдоса, процесс изготовления скульптуры – это очень кропотливый и требующий терпения и усидчивости труд. Нередко создание одной фигуры длится до года, а вот материалы приходится заказывать за границей. Материалы у меня силикон, специально для таких скульптур предназначены. Силиконовые материалы и пластики, чтобы там внутри силикона, чтобы это как каркас-держатель. И глаза, чтобы делать специальные пластики. Волосы тут синтетики, натуральные волосы можно использовать. Тут разные цвета смешиваете. Силикон – это, к сожалению, такие материалы не продаются у нас в Казахстане. Это брендовые компании с Америки заказывают, через дистрибьютор заказывают. Будущий Айдос из Магамбетов мечтает открыть школу для обучения молодого поколения гиперреализму и вывести данный вид искусства на новый уровень. В его планах также запустить музей скульптур в Казахстане. Уважаемые телезрители, напоминаем вам о важности соблюдения масочного режима и социального дистанцирования. При помощи простых рекомендаций врачей мы сможем обезопасить себя и свое окружение от вероятного заражения коронавирусом. Я, Дина Жанабекова, благодарю вас за внимание. Всего доброго и берегите себя.